Добрый день, друзья! Сегодня прекраснейшая воскресная погода Настоящая зима пришла в город Зеленодольск Температура минус 13, минус 14 Ночью была минус 18 И я хочу проехаться вместе с вами по улицам нашего города Посмотреть на дома, деревья в начале зимы Посмотрите, здесь раньше были двухэтажные старые дома Их все убрали на улице Парадской То же самое и на улице Гоголя, сейчас мы повернем на нее Вы можете видеть, что город преображается И, конечно же, это всех нас очень радует На улице Гоголя остался из старых домов только один дом Кто его знает, бывший трехэтажный дом Рядом с библиотекой центральной городской Вот он сейчас на ваших кадрах, на ваших экранах И этот дом единственное, что осталось из домов старого Зеленодольска Скажем так, Зеленодольска 50-х годов Практически все остальное, целые кварталы убрали Вместо них будут строить новые дома Надеюсь, что эти дома будут красивыми, интересными Не испортят вид города Потому что очень мало, на самом деле, малых городов В которых сохранился дух этих городов Дух этих мест Почему? Потому что все застраивают современными домами Почему-то не берегут дома и кварталы старой застройки А потом получается так, что людям негде вспомнить Людям негде узнать что-то об истории тех мест, где они растут Где они выросли, где они живут Это, к сожалению, не очень хорошо То же самое и для домов на улице Гоголя Вы можете видеть, что здесь старые дома тоже убрали Вместо них планируется застраивать Девяти и более высокие этажные дома Поэтому целая эпоха в городе Зеленодольске уходит Уходит вместе с этими домами Я помню, как я, будучи младшим школьником Или еще там старшим детсадовцем Приходил в дома, которые находятся Некоторые из них на улице Гоголя Еще остались Некоторые из них уже убрали Приходил в гости к родственникам Мы вместе играли, гуляли, общались И сейчас это все, конечно же, к сожалению, уходит Но такова жизнь, таково городское развитие Но самое главное, еще раз повторюсь Чтобы у города было свое лицо Если у города есть лицо, это прекрасно Об этом месте всегда можно говорить, что оно уникально, аутентично Если лицо город теряет при таких перестройках, переделках То, конечно же, из какого-то уникального места Этот город становится обычным, рутинным городом без лица Где люди не могут сказать, что у них хорошего в городе Чем это их город знамечателен, чем он знаменит И, конечно же, надо стараться сохранять городское лицо Стараться сохранять городские традиции Посмотрите, какие красивые на улице Гоголя Низкорослые деревья и кустарники Они все выни, все в таком легком снегу Запорошенные Прекрасно Сейчас мы с вами повернем на улицу Заикино И проедемся по ней Это уже такая относительно современная советская часть города Зеленодольска Мне кажется, это 80-е годы постройки эти дома Здесь есть дом с очень маленькими окошками на кухоньках Посмотрите, пожалуйста Не знаю, почему такой проект появился в нашем городе По простой причине, что нет у нас и не было задачи, скажем так, экономить тепло Поворачиваем на улицу Карла Маркса Проект с очень маленькими крохотными окошками на кухне Один дом в такой нашем городе есть Если вы живете в этом доме Если вы были в этом доме То можете написать в комментариях о метраже кухни Неужели он еще меньше, чем 4 квадратных метра Так, в хрущевках Техникум судостроительный Это его новый корпус Который построен был в 90-е годы И по улице Карла Маркса То же самое Старые дома здесь еще пока остались Но я думаю, что через несколько лет их тоже будут убирать Сейчас мы доедем до них и посмотрим Как они выглядят, эти дома из 50-х годов В современном городе Вот один из них Это улица Солнечная Здесь еще трехэтажный дом Знаменитый на всю республику Татарстан Зеленодольский молочный комбинат С очень качественной молочной продукцией Раньше в мое детство Вместо прозрачных окон Здесь были стеклоблоки И здание было таким несколько Пугающим А сейчас оно, как видите Очень приятное Городская почта Зеленодольская музыкальная школа Очень большое здание построили Организовали, построили для Зеленодольской музыкальной школы Я надеюсь, что все оно Это здание полноценно используется И здесь проходят иногда концерты В этом году, конечно же, нет Но в прошлом году В 19-м году здесь были концерты Звезд как города Зеленодольска Так и республики Татарстан Вот это небольшие дома Которые остались здесь на улице Карла Маркса Озеро Мочальное Засыпают, рекультивируют Непонятно, что с ним делают Хотели там его облагораживать Но почему-то построили рядом с ним здание Небольшая роща перед городским рынком Березовая рядом с третьей школой Один из последних сталинских домов С очень большими квартирами Квадратными комнатами внутри На улице Карла Маркса 22 Привет моему другу Который здесь жил некоторое время И, конечно же, вот мы въезжаем В такой исторический центр города Зеленодольская правда Здание редакции И буквально во время карантина Здесь построили вот такие вот непонятные дома Здание-магазинчики Абсолютно, на мой взгляд, испортивший вид Посмотрите, вот эти магазины Рядом с автовокзалом Это все Это непонятное абсолютно нагромождение Очень маленьких каких-то построек Приводит к тому, что наш город, я считаю Теряет свое собственное лицо И, к сожалению, некоторую аутентичность Универмаг, который превращается потихоньку В прообраз какого-то рынка К сожалению, там от того универмага Который был даже в начале 2000-х годов Ничего не осталось Вот этот магазин-цветок Тоже очень маленький Площадью, наверное, 30-35 квадратных метров По земле здесь построен И, конечно же, он Ни к селу, ни к городу, скажем так В этом месте абсолютно загораживает виды И Те здания, которые Находятся рядом с ним Они перестают выглядеть достойно Как им и подобает Здание исполкома Ленина 38 Здание, в котором В советское время Работали управляющие этим городом Городом Зинадульском Руководители Вот сейчас здесь Муниципальный комитет, по-моему, находится Ну, тоже какое-то здание Управленческое Парк Победы И мы выезжаем с вами на улицу Ленина Смотрите, пожалуйста, на улице Ленина Всегда была очень хорошая перспектива Понятно, что это центральная улица города Зинадульска Здесь Переход от стужи к оттепели На деревьях всегда много иния И они очень красиво выглядят С двух сторон от улицы Ленина парки Один из них слева вы знаете Парк городской Парк очень красивый Школьники из третьей школы Здесь, в этом парке, бегают на лыжах На уроках физкультуры И мы в свое время бегали на лыжах А справа парк, отгораживающий заводы От города Его практически весь Большую часть вырубили И продолжают вырубать Строить там здания, дома И, к сожалению, это Мне лично не очень по душе Потому что я всегда за сохранение зелени в городе Творец культуры имени Горького И общественное место Посмотрите, елочку поставили Большую городскую На общественном пространстве И все готовится к празднованию Нового года Это, конечно, здорово, замечательно Вот такой наш город На самом начале декабря Город вступил в зимний период И, конечно же, хочется всем нам пожелать Успехов, здоровья, радости От встречи Нового года В Новом году Чтобы неоднозначный 2020 год Благополучно завершился бы И мы шли дальше На этом я хочу поблагодарить вас За просмотр Пожелать вам всего самого-самого наилучшего Берегите себя Берегите своих близких Открывайте для себя, конечно же, что-то новое И помните о том, что В каждом маленьком городе Есть жемчужина И эту жемчужину, конечно же При желании необходимо отыскать Ну, а жителям города Эту жемчужину, конечно же, беречь До новых встреч Пока-пока